Я считаю, что новая национальная идея, она должна прежде всего, главная задача и цель этой национальной идеи, объединить людей и сделать поколения здоровыми, не только физически, но еще и нравственно. К сожалению, сегодня то количество ужаса, которое мы видим по телевидению и в интернете, и хамство бесконечное, и грубости, люди не стесняются писать злобные комментарии, вываливая весь, ну, тросовое показывая, да, это ужасно, на мой взгляд. То есть сегодня нету каких-то стеснений, нету какого-то рамок приличия. Вот, у нас, знаете, осталось от советского времени вот один квакнул, и все как в одну дуду давайте квакать за этим, за этой иногда глупостью. Вот, там, законы разные сумасшедшие применяются, да, принимаются, пытаются принять. Вот, то есть люди пытаются пропиариться, ну, это я ухожу уже в дебри. Национальная идея, я считаю, должна заключаться, конечно, в уважении традиций. Вот, как бы мы ни строили мультикультуру нашу, да, пытались, вот, многонациональная страна, у нас много наций, давайте какая-то мультикультура, не будет никакой мультикультуры. Обязательно надо выбрать какую-то одну культуру, развивать ее, а другие остальные культуры тоже поддерживать. Вот, то есть русская народная культура всегда существовала на Руси. Не потому, что мы лучше всех, а потому, что нас больше всех в России. Вот, и надо уважать большинство. Вот, никто не пытается унизить меньшинство или там урезать их, но мы не можем показывать на центральном телевидении, грубо говоря, передачи на татарском языке, потому что татар в России, там, 2%, да, то есть остальное общество просто не поймет. Должна быть какая-то универсальный язык и универсальная культура, которая всех будет объединять, скреплять между собой. И вот, на мой взгляд, сегодня происходит трагедия. У нас люди кричат, что они, ну, как бы, вот мы, Россия, День России. Мне хочется сказать, а вы хотя бы одну традицию знаете нашей Руси? То есть, как вообще, что такое старая вера, когда пришло христианство, что за этим следовало, почему все это так произошло? Национальная идея должна быть в культуре. То есть, прежде всего, культура, которая объединяет всех, а сегодня отсутствие культуры. То есть, мы хотим сделать всем комфортные условия, а получается, что неудобно никому.